меня просили снимать влог показывать жизнь в турции это парк во флории черепашка точно ползет еще и черепаха тут есть все дети дразнят этих павлинов павлины и курицы гусыня утка кролики маленькие и вот в этой загородки живут еще тоже курицы какие-то птички и вот несколько павлинов два самца и самка как я поняла вам показать вы просили как люди выглядят что тут происходит это парк ничего такого особенно давай фонтан посмотри вода конечно зеленючая его фонтан не мыли в этом сезоне еще на бережную погулять вам немножко поснимаю про собаку просили рассказать собаку у нас мальчик порода морки это скрещенная мальтийская оболонка и господи слов забыл этот мальтийская оболонка и йоркширский терьер искусственно выведенная порода специально удобная конечно для дома у нее анти аллергенные волосы то есть если не сыпятся они особо постригаем коротко эти собачки бывают с длинными волосами но так у нас есть турции жарко мы конечно практически под ноль по поводу парикмахерских и всего прочего собачьих грумеров цена среднем как и в россии одинаковые здесь у меня просто в россии знакомая дочка она грумер они разводят собак золотых ретриверов на продажу то их семейный бизнес так сказать они очень любят животных и этим занимаются дойдем дочь море смотреть а вот и что хотела рассказать то а эта собачка маленькая она буквально там 25-30 сантиметров в росте в холке и весит 3 килограмма у нас еще такой отъеденный не бывают за два с половиной килограмма что еще у нас очень жарко последние две недели очень жарко до этого у нас учились на не было не считаю что мы сидели на карантине и соответственно мы не заметили как прошла весна и было очень холодно были дожди мы вообще не заметили эту погоду весеннюю приятно сейчас резко началась жара по 20 где-то 7 градусов но на солнце жарит как будто 40 кстати хочу отметить для тех кто вот в турции девчонки живут согласились парни со стульями складными для пикников подходят отдыхать видите люди стараются кучками подальше друг от друга держаться жара в этом году очень странная парк вот полицейские кстати на мотоциклах едут полицейские патрулируют они кстати в громкоговоритель уже говорили типа держите дистанцию социальную полтора-два мета ну вот тут ходим чтобы рядом с нами никого нет идем на море смотреть в это наш первый выход куда-то за пределы нашего района много полицейских полиции много это наш первый выход вообще мой ребенка за территорию нашего общей сети особо так мы никуда середины марта месяца сейчас середина июня вообще не выходили ребенок ехал в машине просто радовался кричала счастье вот такое на состояние и по поводу жары закончу здесь очень жара в этом году какая-то страшная дух и душно душно очень не хватает влажности и когда ты вдыхаешь воздух ощущение что тебе вдохнуть не хватает воздуха короче говоря очень многие это отмечают что жара не такая как и обычные года раньше было видите как все в маске ходят снимают кто-то вообще бизнеса видели полиция сейчас приезжала и замечали ну кому-то может делать я несколько много на горизонте лодок нельзя туда спускаться там опасно там у дяди с тети сели но это нехорошо так делать нельзя да вот можно губу в море упасть это не как у нас на дате тут нельзя ну на дачу поедем будешь на камешках так сидеть плавать будешь хорошо одели городе нельзя так делать на наших прибежал он такой маленький он на лавочку пойдешь сидеть это старается там на горизонте это как-то баржи данных баром или как-то не за короче большой лодки которые везут груза не здесь отстойник интерес босфор проходит уплывая туда в мраморное море вот кстати я вам рассказывала как-то в одном видео осторожно в одном видео рассказывал про аренду велосипедов за деньги в стамбуле вот он видите у нас показали вот эти велики и вот там прямо если посмотреть автомат для оплачивания смотрите как все сидят какие-то девочки убирают пойдем осторожней отходим здесь детей здесь на великах ездит в этом году кто маски не носит видеть от парка каком-то дистанции типа есть но такая символическая у меня у меня сидим тут чилим вот такой чип-кафе вот вам социальная дистанция Ну, конечно, если бы ни собака, ни ребенок, я бы с удовольствием погоняла на велике, по набережной, очень круто. Хотя, в принципе, если взять велик с корзиной, то их всех туда можно закинуть, да? Или есть, может быть, велик с детским сезлом. Наверное, будет узнать, что дело интересное. Обожаю велики. Велики – самая любимая у меня спорта. Ну, такого активного. Так что курсы уже давно вернятся, обычно. Уже давно все гуляют. И еще, когда был запрет на уликах с детьми, полный, еще нельзя было здесь не заходить. Все уже сидели с детьми на этих парках, на набережных. Уже полиция ни на кого внимания не обращалась. Им уже наплевать на все. Так что все уже начали нарушать. И многие говорят, что, ой, страшно, вдруг нас еще раз закроют. Потому что, что хочу сказать, что за эту неделю у нас, к сожалению, в два раза увеличилось количество новых заболевших. Смертность уменьшается. А вот количество новых заболевших, когда мы приоткрыли, скажем так, вот это все, занавес наш. Было у нас по 800 человек новых заболевших в день. А сейчас 1500, уже вчера 1600 было. Поэтому все уже как бы боятся, а вдруг нас снова закроют. Но дело в том, что многие люди даже не понимают ни социальной дистанции, ни использования масок. Они думают, типа, все, они реально не понимают, что вот эта болезнь, по сути, она никуда не делась. И ничего, собственно, по сути-то не изменилось. И люди думают, что нет, все изменилось. Все, болезнь закончилась, ничего страшного. Все, все, мы все прошли, все, все, все уже будет нормально. На самом деле, я думаю, конечно, нас не закроют скоро, повторно. Потому что просто экономика не выдержит этого. Это просто будет нереально сделать. Там собачка не гуляет, хаск какая некрасивая, большая. И вот это, не знаю, породу этой собаки, которая прямо там перед нами. А, и про собаку. Она у нас злая, только потому, что она очень трусливая. Это защита нападений, прочая обгавка в тябла, и того, кого она боится, а потом подружится. Ну, народу еще не так много, честно говоря. В обычную жизнь, в обычной жизни людей еще больше здесь. Вон, какой лохматый хаски. Какой, кстати, хорошо его корм, такая шерстка у него холеная. Вот, селфи кто-то делает. Красота. Кто бы вот так сказал, да, что у нас коронавирус какой-то или нет. Кстати, не очень, да? Полицейский. Чего они вот ездят туда-сюда, потому что они не останавливаются. Чего они смотрят, честно, я не пойму ничего, они, по сути, не делают. Или это, кстати, забытая, это не полиция. Честно говоря, мне зрение ничего плохого вдалеке я не вижу. Что там написано, наверное, забытоя, скорее всего. Поэтому они ничего и не делают. Просто типа контролируют. Забытоя не может ни штрафом выписывать, ничего. Просто типа словами они могут. Ну, что-то там поругаться, так сказать. Замечания сделать. Они не наполномочены, насколько я знаю. Может, лекарь еще не права? Да. Так что, спасибо всем за внимание. Скоро увидимся.